МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В фильме снимались Зули Монтеро, Мириам Учо, Мара Кроато, Браулио Кастильо, Сальвадор Пинеда, Лаура Фабиан, Грисель Даногейра, Маноло Вильяверде, Жан-Пьер Ноэр, Эктор Травайесо, Роса Филиппе, Мирелин Ромеро и другие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музыка Роберто Лилин, Альберто Кампой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режиссер Грацио Данжелло. Продюсер Хосе Круселья. Гуаделупе. Умер? Мой брат умер? К несчастью, да. Врачи сделали всё, что могли. Но в результате взрыва он получил серьёзные ранения. И в конце концов, его сердце просто не вытерло. Преступников уже нашли? К сожалению, нет. У полиции мал улик. Наверное, речь идёт о заурядных преступниках. Нет, что ты. Работали профессионалы. Наверное, им заплатили за убийство Эзекелли. И они это сделали. Мой бедный брат. Сеньора, примите мои соболезнования. Спасибо. Я очень сожалею. И вы тоже доктор инфанта. Я знаю, что с сеньором Сомбрано вас связывала не только работа, но и большая дружба. Да, он был таким благородным. Таким добрым. Хорошим другом. И братом. Он был всем в этом доме. И вот. Луиза. Луиза. Я знаю, это плохое утешение. Но Эзекель умер спокойно. Сеньор Ворелла не отходил от него ни на минуту. Он успокаивал его, поддерживал и благословил. Да, меня поддерживает мысль о том, что Эзекель умер спокойно. Царство ему небесное. Сынок, как хорошо, что ты вернулся. Мама, ты чудесно выглядишь. Знаешь, тебе идет быть священником. Мама, я еще не священник, но осталось совсем немного. Ты будешь лучшим священником на свете. Ты станешь папой. У тебя такое же имя, как у него. Хуан Пабло. Что скажешь, Агеда? Хуан Пабло Третий. Пожалуйста, не внушай моему племяннику тщеславные мысли. Это грех. Священник не должен грешить. Как ты, дорогой? Хорошо. Хорошо, я очень рад. Рад, что приехал домой. Сестренка, но ты настоящая женщина. Как хорошо, что ты приехал. Как ты выросла. Как похорошела. Идем, идемте в дом. Ты наверняка голоден. Ты плохо питаешься в семинарии. Смотри, как ты похудел. Священник обязан соблюдать пост. В этом доме Хуан Пабло не священник. Он мой сын. И я буду кормить его всем, что он любит. Да, конечно. Идем в дом. Идемте в дом. Чео. Хуан Пабло, племянник. Как я рад видеть тебя, парень. Дядя. Ну что, когда ты выучишься на священника? Послушай, это надо отметить. Ради бога, Чел. Лично ты со своей выпивкой. Ты не можешь прожить без пива. Да ладно тебе. Садись. Садись. Если ты вдруг передумаешь быть священником, возвращайся к нам. В университетской команде Майами очень нужны такие игроки, как ты. Очень нужны. Дядя Чео, я не смог посмотреть январский чемпионат. Но вы проиграли. Я тебе сочувствую. Не напоминай мне об этом. Представь, я целый месяц не мог спать спокойно. Нам здорово врезали. Но я записал игру. Если захочешь, мы сможем посмотреть ее вместе и проанализировать. По-моему, плохо сработала защита. Пожалуйста, Чео. Неужели ты не можешь не говорить о футболе? Как тебе может нравиться, что здоровые мужики бегают по полю и толкают друг друга? Нет, это не спорт, а дикость какая-то. Я не позволю тебе совращать мальчика. Даже не думай, что Хуан Пабло опять будет играть в эти игры для дикарей. Послушай, сестрица, Хуана Пабло и Альфредо не зря называли дьяволами, когда они вместе играли в университетской команде. Ты помнишь? Дьявол так и хочет проникнуть в этот дом. А ты открываешь ему дверь своими попойками, ругательствами и связью с этой ужасной женщиной. Тебя послушать, у меня скоро вырастут рога. У тебя и у твоего Альфредо, который только и делает, что развращает это святое семейство. По правде говоря, этот парень всем до жару и восхищается весь квартал. И даже эта конфетка. Пожалуйста, дядя, что ты говоришь? Да ладно, не успеет появиться Альфредо, и ты таешь, словно масло. Мама, а где же Альфредо? Ты не сказала ему, что я приезжаю? Я говорила, но он много работает в последнее время. Да тут еще умер президент компании, где он служит. Бедняге Альфредо приходится утешать семью покойного, а не убиты горем. Хватит, Луис, надо быть сильной. горе не должно тебя сломить. Ты должна подумать о матери и о детях. Надо сообщить им. Нет, я не могу. Даже не проси. Я не могу собраться с силами и сказать им, что Эзекиэль умер. Пожалуйста, успокойся. Я не могу уйти и оставить тебя вот так. Уйти? Куда уйти? В полицию. Мне надо дать показания и потом мне надо договориться о похоронах. Простите, если хотите, я пойду с вами. Можете полностью на меня рассчитывать. Спасибо. Пойдите с моим мужем, Альфредо. Мне будет спокойнее, если вы займетесь всем, что связано со смертью брата. Не беспокойтесь. Ну, все. Поручаю я тебе, Антонио. Не волнуйся. Теперь, когда Эзекиэль умер, я должна одна заниматься делами. К сожалению, мама больна, не считая ее, я и мои дети единственные прямые наследники Эзекиэля. Ты заблуждаешься, Луиза. У Эзекиэля осталась дочь. Что? Внебрачная дочь. Что ты говоришь? Что за шутки? Сейчас не время для шуток. Ты сошел с ума. Я говорю правду. У Эзекиэля есть дочь от служанки этого дома. Круто. Понятно. От Чоли. Да, от бедной Чоли. Когда она узнала, что беременна, она вернулась в Мексику. Там у нее родилась дочь. Чоли умерла во время родов. Твой брат никогда не занимался дочерью. Эзекиэль не любил брать на себя лишние заботы. Его интересовало богатство, личная карьера, власть, положение в обществе. Став миллионером, он женился на женщине своего круга. Но она умерла при странных обстоятельствах. Утонула в бассейне. Потом он думал только об увеличении богатства и власти. Жизнь Эзекиэля это совещания, встречи, светские приемы, поездки. У него не было времени думать о девушке, в жилах которой текла его кровь. Он вспомнил о ней, будучи при смерти. Я тебе не верю. Я не стану верить в эти сказки. У Эзекиэля не могло быть дочери от индианки. Это неправда. Он ничего не скрывал от меня. А это скрыл Луиза. Ты знал? Да, я знал. Дочь. У него была дочь. Должен тебе сообщить, что он поручил мне найти ее и привезти в этот дом. Привезти дочь Эзекиэля в этот дом? Ты что, Антонио? Я не желаю ее знать. Эзекиэль хотел, чтобы эта девушка жила в этом доме. С нами? Нет, Антонио, нет. Только не с нами. Как только тебе это пришло в голову? Это придумал не я, это воля твоего брата. Антонио, не вздумай появляться здесь с этой синьоритой. Я не приму ее. Даже на порог не впущу. Так и запомни. Луиса, пойми, я обещал. Антонио, ты не обязан выполнять эту глупую просьбу. Эзекиэль плохо соображал, когда просил тебя об этом. Он не знал, что говорит. Нет, он знал, о чем просит. Если ты меня знаешь, то должна понимать. Я не нарушу своего слова. Антонио, ты не можешь так со мной поступить. Мой брат умер, а я жива. Если ты найдешь девчонку, то создашь мне невыносимые условия. Не делай этого. Пусть все останется, как было. Никто не узнает о ее существовании. Все будет только между нами. Пожалуйста. Очень сожалею. Но Эзекиэль доверял мне, и я не могу жить спокойно, не выполнив его просьбы. Антонио. Это последняя воля покойного, и мы должны ее уважать. Он сказал мне совершенно определенно, что его дочь должна жить под одной крышей со своими родственниками и занимать достойное ее положение. Речь идет не только о материальном положении. Девушка должна обрести поддержку и тепло семьи, которого она была лишена все это время. Но кто она такая? Одному Богу известно, какую жизнь она вела. А если это развращенная девица, без принципов и воспитания, как я представлю ее своим друзьям? Как она будет жить с моими детьми? Они учились в лучших колледжах. Их воспитывали в семье. У них есть принципы, приличия, манеры. Тебе бы следовало пожалеть, что бедняжка была лишена всего этого. Если Эзекиэль никогда ею не занимался, почему я должна взвалить на себя эту обузу? И в такой момент невозможно, чтобы эта девица стала на один уровень с нами, с Амбрано. Эта девица единственная дочь твоего брата. У нее больше прав, чем у других. Он назвал ее своей наследницей? Да. Но отвечай же, Антонио. Как адвокат я не могу ответить на твой вопрос. Скажи мне, как друг эзекиэль назначил ее? Есть завещание. Где оно? У меня. Я хочу посмотреть. Составление завещания так же приватно, как и тайна исповеди. Вы все узнаете, когда оно будет зачитано. Антонио, от меня у тебя не было секретов. Мы друзья. Скажи, что там написано? Луиза, прости, но существует профессиональная этика. Я буду следовать правилам. Во-первых, я найду дочь из Экеля и привезу ее сюда. Это мой долг. А ты должна хорошо принять ее так, как хотел твой брат. Антонио, постой. У меня к тебе просьба. Антонио, если она приедет, пусть воспринимает это как одолжение с нашей стороны. Не говори ей о правах наследства. Дай мне время. Я должна подготовиться, чтобы вынести это испытание. Кроме того, я хочу узнать девушку, какая она на самом деле, пока этот поворот в судьбе не повлиял на нее. Достойна ли она стать членом семьи Самбрана? Я хорошо ее встречу и помогу подготовиться к новой жизни, но прошу тебя, дай мне немного времени. У тебя будет время. Официальные дела всегда требуют времени. Антонио, Антонио, ты знаешь, где искать дочь Эзекиеля? Не имею ни малейшего представления. Не знаю только, что ее зовут Гуаделупе Сантос. Гуаделупе Сантос. А все потому, что ты такой обжора. Я съел десять бананов. Десять бананов. И поэтому у тебя болит живот. Сеньор, у вас, наверное, гриф. Нет, просто очки сдавливают мой нос. А теперь вам надо сделать угольчик. Вот так. Нет, нет. Идите сюда. Идите же ко мне. Ну, где же вы? Вы его не видели? Ну, вот, теперь вы знаете, надо хорошо есть, но нельзя быть обжорами, иначе у вас разболятся животы. Надеюсь, вам понравилось представление? Скоро мы покажем вам сказку о принце и принцессе. А сейчас я вас крепко-крепко целую. Я вас всех очень люблю. Дохранит вас господь. Господь. Я должен бежать на запись рекламы. Я все соберу. Беги. Хорошо, мы возьмем аппаратуру. До встречи. Пока. извините. Что случилось? Ты упала? Что? Ты хромаешь. Да. Это с рождения. Прости меня, но как это случилось? Последствия трудных родов? Что говорят врачи? Ты пробовала лечиться? Я полагаю, вас это не касается. А вот и нет. Я только что закончил... Оставьте меня в покое. Позвольте, я помогу. Нет, я сама. послушай, мои слова это не просто любопытство. Не думай, что я из тех, кто, заметив чужую вещь, и начинает... Мой интерес объясняется другим. Я не думаю, что могу вас как-то заинтересовать. Позвольте мне пройти, я не желаю терять время. Алехандро, я заметила, тебе понравилось представление. Да, очень забавное. Дети просто в восторге. Меня тронула эта девушка. Такая молодая, красивая. Но у нее что-то с ногой. А вы знакомы? Это я ее пригласила. Она оставила мне карточку. Вот. Ее зовут Гуаделупе Сантос. От имени слуг выражаю вам самые искренние соболезнования в связи с кончиной вашего брата. Эзекиэль всегда ценил вас. Вы были преданными и старательными слугами. Но он ушел от нас навсегда. теперь я единственная хозяйка и владелица этого дома. Конечно, сеньора. И знаете, мы скорбим вместе с вами. Вы можете рассчитывать на нас в любое время. спасибо. Другого я и не ожидала. Сейчас вы должны все подготовить к похоронам. И еще наденьте черную форму и белые передники. по крайней мере, пока мы будем принимать соболезнования наших знакомых. Ясно? Я тоже должна быть в форме. Эдельмира, похоже, твоя дочь еще не уяснила своего положения в этом доме. Но сеньор Эзекиэль обещал... Сеньор Эзекиэль умер. Теперь только я могу что-то обещать. Да, сеньор. И еще ни моя мать, ни дети не знают о случившемся. Прошу вас соблюдать тайну, пока я сама не поговорю с ними. Лиза, все готово. Вы свободны. Что с полицией? У вас не было проблем? Никаких. разговор взял на себя Альфредо. Он показал мне бумаги, которые я должен был подписать. Я всегда считал Альфредо компетентным человеком. Да, он также помог мне нанять похоронное агентство. Все в порядке. Ты поговорила с детьми и со своей матерью? нет. Я ждал от тебя. Я боюсь реакцию твоей матери. Бедняжка очень слаба. И все-таки мы должны сказать ей правду. Ты права. Ничем быстрее, тем лучше. Жду тебя наверху. Наконец-то я избавилась от тебя, Эзекиэль. Но ты мучаешь меня даже после смерти. Ты достала за рукава свой тайный козырь. Ты хочешь навязать мне свою внебрачную дочь. Ничего не выйдет. Я раздавлю твою дочь. И я ее уничтожу. Лупе, как все прошло? Хорошо. Ты обедала? Нет. Еда в холодильнике. Только разогрей. Мне не хочется. Ты чем-то расстроена? Представление было неудачным? Нет. Я выступала с обезьянкой и папой. У папы была новая роль. Какая? Синьорита, вы меня не узнаете? Я отец семьи. Очень приятно. И мне. Слава Богу, ты улыбаешься. А то я начала волноваться? Решила, что что-то случилось на спектакле? Нет, ничего не случилось. Просто в больнице был один тип. Он что, приставал к тебе? Он спросил, почему я хромаю? Господи, сколько же дураков на свете. Ладно, мне надо бежать, я едва успеваю. Это по поводу работы. Желаю удачи. Да, да, удачи. И съешь все, что я оставила тебя в холодильнике. Пока. Пока. А теперь отдыхать. До завтра. И почему только сказки никогда не сбываются? Почему ты не можешь расти, расти и превратиться в человека? Мне так тебя не хватает. как бы я любила тебя, папа. Как ты мог предать мне, Эзекиэль? Как ты мог? Я столько лет была рядом с тобой. Направляла. Подталкивала. Помогала. Была твоей тенью. И в то же время твоим двигателем. И в жизни, и в работе. Благодаря мне ты достиг всего. Это я избавила тебя от семьи Мендоса. Чтобы ты смог завладеть их состоянием. Прошли годы. и я избавила тебя от твоей глупой и избалованной жены. Авдовев, ты унаследовал ее состояние. Я делала за тебя всю грязную работу. Время состарило тебя. Сделало мягче, слабее. я ждала от тебя хотя бы благодарности. не думала, что ты способен меня обмануть. А ты, ты все это время скрывал от меня свою тайну. У тебя есть дочь. Я никогда не прощу тебя, языки. и пусть твоей душе не будет покоя. Дай Бог, чтобы ты вечно горел в аду и чтобы не было покоя твоей душе. Кто? Сейчас, сейчас, иду. Я не кстати. Хон Пабло, хорошо, что ты пришел. Когда ты приехал? Сегодня. Входи, входи. Я не успел с тобой поздороваться. Ты же знаешь мою маму Марикусу и тетю Агидиту. Они не отпускали меня, а мама не знала, чем накормить. Скоро я не влезу даже в сутану. Я рад тебя видеть. Садись, садись. Расскажи о себе. Ну, как жизнь? Рассказывай. Честно говоря, мне трудно представить тебя священником. Да ладно, не преувеличивай. Это мое настоящее призвание. Какое-то время я сам сомневался, что хочу именно этого. Я не был уверен и очень боялся, что не буду достоин жизни, которую себе выбрал. Но постепенно убедился, что это мое призвание. Я родился, чтобы стать священником и посвятить себя служению Богу. И вот я здесь и очень счастлив. Я очень рад за тебя. Признаюсь, я всегда думал, что ты бросишь семинарию и приедешь за перлой. Как твоя сестра? Я давно о ней не слышал. В общем, хорошо. Ну, все, плачет о тебе. Она только и делает, что вспоминает о том, какой ты замечательный и что она никогда не простит тебя за решение стать священником. Никогда. Перла очень красивая женщина. Умная, нежная. Уверен, она скоро влюбится, выйдет замуж, в ней будет семья. Дай Бог. Я вижу, что она все больше замыкается в себе. Ее мать, тетя Оливия, почти не бывает у нее. А я, который всегда относился к ней как к родной сестре, почти не уделяю ей внимания. По-моему, Перла на меня обижается. И она права. Но в последнее время у меня столько проблем. Что за проблемы? Это по работе. Я служу в очень крупной организации, организации Самбрану. Она объединяет серию предприятий, меня ждет большое будущее. Правда? Вон, здорово. Да. Тем более сейчас, когда ее глава Эзекель Самбрану умер. Я как раз собирался на проводы покойного. Мне обязательно надо быть рядом с его сестрой Луизой. Теперь она возглавит организацию. Да, Луиза. Я никогда не думала, что смерть Эзекель будет для нее таким ударом. Ты готова? Я не хотел бы опоздать. Куда ты так спешишь? Антонио, ты должен смириться. Мне не нравится, что ты так расстроен и подавлен. с тех пор, как это случилось, ты почти не спишь. Мне не хочется спать. Я хочу только одного, чтобы эта трагедия оказалась сном, чтобы Эзекель был жив. Он был моим другом. Я знаю, знаю. он был мне как отец. Мы познакомились, когда я был молод. Не опытен. Но Эзекель это не останавливало. Он верил в меня. Он дал мне шанс стать важным человеком в его организации. А теперь он умер. мне жаль его. Но ты должен смириться. Подумай о том, что сейчас Эзекель обрел спокойствие. Дай-то Бог. При жизни ему этого не удавалось. Сейчас он, по крайней мере, снова с Чоли, с единственной женщиной, которая любила его по-настоящему. Но из-за собственного тщеславия бросил и забыл. И только в последнюю минуту Эзекель вспомнил о ней. Словно страх перед Богом заставил его раскаяться и попробовать исправить свои ошибки. Очистить свою совесть хотя бы в последнюю минуту жизни. Если ему удалось это сделать, ты не должен расстраиваться. Надеюсь, Господь простил Эзекиеля. Дай Бог. Люди вряд ли смогут его простить. Почему ты так говоришь? Из-за Эзекиеля. Сегодня я рассказал ей о тайне Эзекиеля и понял, что она никогда его не простит. Несмотря на все наши противоречия, Эзекиель был моим братом. Только Богу известно, как тяжела для меня его смерть. Мой бедный сын. Бабушка. Хватит, Даниэла. Надо уметь сдерживаться. Мама может немного расслабиться, но ты... Я очень любила дядю. Не больше, чем я. Но посмотри на меня. Видишь? Я держусь. Я должна выдержать все, что нам предстоит. Придется принять всех наших друзей, знакомых, журналистов. Они накинутся на нас, испытывая удовольствие от возможности видеть нас в горе. Но мы их разочаруем. Мы выстоим. И не уроним достоинства семьи Самбрама. Нельзя стыдиться слез. Ведь это наш крестный. Я запрещаю вам плакать на людях. Вы знаете. Луиза, ты требуешь слишком многого. Каждый может выражать свое горе так, как ему хочется. Вы не такие, как все. Вы Самбрано. А Самбрано не слабаки. Они не плачут и не прячутся по углам. Самбрано воины. Победители хозяева целой империи. Мы никогда не забываем о своем положении, даже перед лицом смерти. Луиза, умер мой сын. Неужели я не могу его оплакивать? мама, если ты хочешь плакать, значит останешься здесь, в своей комнате. Луиза, Луиза, хватит разговоров о какой-то там гордости. Быть Самбрано не значит быть машиной. Ты не можешь подавлять чувства остальных. А ты не можешь мне перечить. Если ты не согласен со мной, можешь оставаться здесь. я предупреждаю тебя и всех остальных. Я не потерплю истерик. Это слишком бульгарно. Мы Самбрано. Эту фамилию уважают. Я сожалею о смерти вашего брата. Спасибо. Такой тяжелый удар. Ужасное горе. Примите мои соболезнования. Спасибо. Мои искренние соболезнования. Спасибо. Искренние соболезнования. Благодарю. Как ты? Только представь, потерять брата такая ужасная смерть. И хуже всего, что его убийцы не оставили никаких улик. Успокойся, их обязательно найдут. Весь Майами пришел выразить тебе соболезнования. Да. Мысль о том, что нас знают, немного успокаивает. Здесь много влиятельных людей, которые в последний раз пришли отдать дань уважения Эзекиэлю. Мой брат был бы горд таким проявлением внимания и уважения. Я благодарю вас за участие, но уверяю вас, ваша помощь не понадобится. Я сам займусь улаживанием всех формальностей. Эзекиэль доверял мне и просил хранить тайну относительно завещания. Завещание, простите? А Луиза вам не сказала? Странно, она вам доверяет? Нет, просто она очень переживает из-за смерти брата. Ладно, вы все равно бы все узнали. Сеньор Эзекиэль оставил завещание, но я оглашу его только после того, как найдут дочь Эзекиэля. У сеньора Эзекиэля есть дочь? Да, внебрачная дочь, которой он никогда не занимался. Но, будучи при смерти, он пожалел бедную девушку, которая никогда не знала ни отца, ни своей семьи. Значит, есть еще одна Эзекиэль Эзекиэля. Да, и как дочь Эзекиэля, она даже больше Эзекиэля, чем кто-либо другой. Ты читала, Лупе? Умер Эзекиэль Эзекиэль Эзекиэля. Интересно. Что ты скажешь? Эзекиэль Эзекиэль не смотри на меня так. Ты не слышала? Самбрано. Разве не такой была фамилия твоего отца? Да, Каталина говорила, что именно так звали моего отца. Но в газете написано про другого Самбрано. Этот миллионер, влиятельнейший человек. Ну и что? А вдруг это он? Он умер. Кто знает, может, он оставил тебе наследство? Наследство? И ты еще меня называешь фантазеркой? Оставь свои глупости. Лучше посмотри, нет ли там для тебя работы. Если тебе не повезло сегодня, значит, ты должна продолжать поиски. А вдруг, Лупе, ты не думала, что будет, если этот Самбрано твой отец? Ты могла бы жить во дворце, о котором столько мечтала. Ты не нужен мне, дворец. Мне бы хватило настоящей семьи. И чтобы отец любил меня, оказывал мне поддержку, дарил тепло и нежность. Вот все, что мне нужно от отца. Вы звали меня, сеньора? Да. Твои друзья подвели меня. Эзекиэль должен был умереть, прежде чем в нем заговорит совесть. Тогда он не стал бы менять свою жизнь в последнюю минуту. Я вас не понимаю. Я хочу, чтобы они взяли на себя еще одно дельце. На этот раз все должно быть быстро и без ошибок. Поищи своих друзей и скажи, что нужно убрать еще одного человека. Это этот человек? Гуадалупе Санта. Гуадалупе 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 Субтитры создавал DimaTorzok